всем привет сегодня встречаю вас на своей кухне чайком сижу вот пью все кто куда разбежались у меня кто на работу кто учиться я тут осталась одна варить и вы не вроде бы ничего не надо вот сижу хочу поболтать с вами хотела сегодня рассказать историю о том как же наша семья оказалась в краснодарском крае и почему ехали оттуда в конце шестидесятых лета годов моей бабушкой . уехали из среднего положив краснодар уезжали они я точно не очень знаю потому что я никогда не была по моему это село мачкассы или поселок мачкассы в деревне мачкассы я точно не знаю что это заказан полно что мачкассы ты точно стать у нас родня распределена знаете как вот среди побольше у нас сейчас многие живут здесь без родственников краснодарский край и украину украину касаться ник к тому временем было уже четверо детей собрали всех и рванули в краснодарский край им захотелось но вот именно вот той райской жизни про которую говорят краснодар что мало зимы и много тепла солнца все растет но я уже говорил к тому времени у нас уже жили там родственники все эти вот рассказы наверное и на них также подействовали положительно собрали не все и поехали в краснодар мачкассах осталось бабушка то есть моя прабаба жена и четверо детей полная машина груженная домашнего скраба и рванули но вот приехали в краснодар в самом краснодаре они не остановились шевск это был где краснодар совсем ребят не рай это такой промышленный город но мои предки поехали дальше от города тимошевска есть станица медведовка станицы медведовка хутор ленинский и вот там они остановились купили остались бабушка с дедушкой устроились там ковхо колхоз и лесохоз что-то такое было не мама как она говорит ой пойдем на бог что так хорошо арбузов наберем кукурузы но в общем поняли да там с фруктами с продуктами вообще проблем не было конечно здесь побоже такой красоты в то время тогда не было это сейчас у нас и вы и вот эти все магазины пожалуйста иди хочешь тебе круглосуточно это не только с нашей россии привозят продукты но и со всех стран вообще все детства мама прошла там там она приехал сюда в пензу учиться на поехал сюда на часовщика там такого не было вообще я хочу сказать где бабушка с дедушкой жили вот то тот хутор они в хуторе туда доехать было вообще мне кажется с москвы до краснодара быстрее берем доберешься полтора часа смотрите что и меньше чем доехать там представить скутер нам в станицу а из станицы надо до краснодара мама приехала в пензу к своей сестре тут жили ее две старших сестры и пошла учиться в общем на часового мастера удачно отучилась стала работать работе очень нравится материальная ответственность была и кропотливо работают она вот на этой операции сидела в это время мама встречает моего папу в общем у них там любовь морковь они женятся и все в краснодар больше мама мы только набегами к бабушке есть и про краснодар переезд уже все забыли как бы она обосновалась здесь вот эти вот воспоминания когда ты летом приезжаешь краснодар ребят ну вот все так говорить о жара ужас краснодар три месяца как-то пережить жара там июнь и июля август в сентябре но все равно днем до можешь парить там и 36 и 33 жара но вечером все равно уже прохлада есть земля как каменный ничего не растет так вы обрабатываете я не знал привозите привозной грунт если изначально там земля плохая конечно труда нам много требует но если вы вкладываетесь хорошо трудитесь деньги в средства вкладывать землю землю привести удобрения привести нам будет очень благодарны это не что вот здесь положу здесь можно вкалывать вкалывать вкладываться вкладываться и нет тебе ничего как в этом году вот например с огурцами тепла нет и огурцов нет это жили у бабушки подолго потому что действительно у них насчет природы питания ну всяких овощей орехов там было все это супер хорошо от мои личные воспоминания это стану и самые такие чудесные воспоминания наверное это то что у нас во дворе росла вот такая вишня вот такая это не то что это лишь не было не черешня и я разницу понимаю я сама выросла в деревне на свой дом здесь был в положить вы даже не писать черного черного цвет когда ее в рот берешь и она вся у тебя разрывает столько сока это такой вкус невероятный вообще здорово было во дворе еще лет рос орех потом с орехом вообще не проблема была я только там приезжаю бабушки узнала что орех когда он созревает он такой зеленой корочки потом эта корочка темнеет отпадает и уже как мы здесь вот положено рынках видим вот такие вот орехи вообще круто еще у нас абрикос росла что на рынке продается вообще не то пока и зеленый сорвут пока ее привезут а как ее спелые сорвешь и ножи здесь вот просто не доедет она зави дома да и там росла кукуруза кукурузы подальше арбуза понимаете да конечно там был сторож конечно у него была рука но все равно какая халява и уже первое время конечно мы приезжали варили я даже так ела кукурузу а потом я уже играла с ними как куколками у кого сиреневые волосы кого черные кого зеленые такие дни черные темные в общем это вообще вот так что играла я кукурузы воспоминания классные конечно недалеко река цикла но конечно по жаре ходить даже если недалеко не прям около дома идти надо было и вот и воспоминания о том доме в краснодаре они такие теплые не кисло очень даже сколько лет уже пришло все равно ты помнишь игру мама что ж ты вот так вот любовь морковь уехал оттуда как хорошо ты там кстати 2 старших сестре не так обосновались в пенсию них уже и дети и внуки вот и в общем все здесь вот осталась только одна младшая дочь она только осталась краснодаре она конечно уехала с этого утра переехала в сам краснодар неплохом районе живет честно постройках молнии были но там ну каменные джунгли я так не люблю я даже вот здесь вот мы покупали переезжали когда заречные но это рядом с пензой прям город он ограничить там переезда никакого нет никаких там 10 минут он раз так плавно и переходит когда сюда переезжали я именно искала вот что пятиэтажный дом чтобы было вот тихо спокойно дом поменять здесь побольше я там не хочу мы здесь жили в частном доме но не особо таки если блин частный дом покупать то лучше в краснодаре ну вот и станет конечно рассматривать можно северскую динскую как рассматриваю я вообще что мне надо люди ведь как переезжать либо родственники либо работа ну из-за природы как некоторые у меня там такая красота я вот поеду кише рассказал детские воспоминания самые глупые конечно но если переезжать ты на пенсию тебя пенсии есть и ты переезжаешь северов а чужие то у тебя достаток есть а если вот работы с работающих везде ребят плохо не хотела брать мужчины так смеется ну идите замуж выйдет никто не хочет замуж уходить на ближайшие годы этого не предвидится поэтому мы думаем расширение нашей жилплощади и муж за дом и все хотят дом он и нужен нам дом чтобы была придворовая территория какая-то выйти то что я уже сто раз говорила в прошлых видео мама у нас полина и на общество даст вообще слегла не конечно выйти посидеть около дом на крылечке там на лавочке есть самый то и такие бешеные прогулки городские вообще не нужны поэтому буду я же муж сказал что согласен со мной что лучше покупать дом в краснодаре и жив пополще поликлиника потому что четыре инвалида в семье папа нас раковый больной раку но тяжелый вот поэтому будем выбирать чтобы были врачи доступны но это динская это северская ребят если кто-то что еще знает ну пишите еще еще конечно не очень нравится но я не очень мониторила этот район район англера это уже сочи это уже море там цены конечно вообще ого-го хотя и динскую google сейчас мне кажется дом такой с нормальными параметрами мне кажется я мониторила миллионов 545 миллиона надо бы наверное не очень рассчитываем если только станицы какие-то там гостагаевская что-то тебе такое но опять же станица как у там за больницей вообще мы планируем конечно съесть пожить а потом уже тогда какие-то выводы делать потому что это краснодаре там а жили в самом краснодаре жили и страницы жили на ход режиме зимы так и не сырье чем кто-то страшил эти ребят каждые три года по переезжайте но так обстоятельства меняется якобы не из-за своего желания переезжают но сюда-то в заречной приехали считаю забору то есть у нас квартира была прям за забором за забором что такое не знаю наверно не говорила нет не касался таким нас закрытый город закрытые города россии но это когда какой-то промышленные при не промышленные военные предприятия и живут люди у нас город большой ну это из-за зак из-за темы закрытых городов 60 с чем-то тысяч человек это но много для закрытого города и мы живем вот переезжали мы с пригорода пензы в город заречник и опять же переезжали из-за того что вот он рядом был с нами проходная была рядом 1 пошла анечку школу сюда ходить нам надо было один склад заканчивать у нас по-моему не было где мы жили на монтажном этап не было одиннадцати класс и мы поехали сюда и ну пошли сюда потом у нас через год настя пошла сюда ночью их в разные школы смысл там девятых десятых одиннадцатых тоже нет класс для образования для среднего это еще с важным и пошли сюда когда уже у нас дети ходили мне пришлось на права учиться почему пришлось я не люблю машину водить но пришлось детей возить потому что ехать было 10 минут через проходной там мост проходная и до школы там я не знаю пять минут и вот пока едешь едешь дольше потому что пробка стоишь перед мостом когда в проходную заезжаешь пока ты все светофор вот так вкругали объедешь потому что прямой дороге не было там парк и на машине мне приходилось больше ехать рассказываю три года почему через три года монтажный мы переезжали мы уже уезжали и из частного дома продавали уезжали тогда еще квартиры давали вот сюда оказались там не три года там больше пошло срок сюда мы переехали из-за того что закрытый город быстро надо было покупать недвижимость здесь дороже в разы дороже чем в пенсии и пришлось экстренным выбором маленький потому что 60 тысяч человек домов не так много выбор был маленький мы купили на первом этаже купили первый этаж и в общем я не смогла на первом этаже жить причина первую чтобы тебя в окно все это видно вторая причина межсезонье когда от холода начинается сырость когда еще нет отопления или отопление выключена еще холодно вот это вот сырость и холодно мне давление все время низко 90 на 60 я просто нужно две причины я мужского и не смогу жить квартир была отличная под 7 из квадратов и мы выбрали вот эту вот это и не хотела выбирать квартиру что водила на маленькую ужасно не ужасно у него параметры двушки муж не гордиться он ты замуж выйдет мы с тобой двое настоясь нам вот так как она вот так он ты небольшие двоих человек это прям вот оказалось что девчонки никуда не хотят уходить если только еще кого-то приведут блин я только рада буду но конечно толкаться но увидите кухню у нас маленькую дара в принципе не маленькая для двоих людей или для троих с одним ребенком вообще шикарно шикарно детки у меня уже давно не маленькие взросленькие уже говорю своих мужей скоро займе это приведут поэтому решили частный дом ну вот хоть и может тоже нравится краснодарский край и район адлера вот именно нравится там принципе это ну центр где вот сам аэропорт где же ты вокзал вот район вот но не сам этот район не бы хотелось от моря повыше не планирую сдавать жилье там хочу этим бизнесом занимать для меня рейтинг минусов да конечно вот очень жаркое лето 3 месяца жары потому что жара будет доходить доходит все жаркое лето до 50 под солнце и выше вам и глупая причина которую вот переезду я слышал мой краснодар вот погода хорошая там лету куда надо переехать это сначала вообще кто работает работу надо найти на какая-то сцепка должна быть прежде чем переезжать недвижимость цены там такие же как принципе и по россии я щас не беру города которые там затухает грубо говоря нет работы вообще там бывают цены и не женов по волшке среднем такие же цены как как краснодаре но с каждым наверное кварталом не годом даже квартал цен в краснодаре все растут потому что приезжих все больше и больше становится как-то его так разрекламировали первое время он в последнее время потому что у меня тетка хотела переезжать из краснодара к нам сюда буквально пять лет назад она думала и не знает почему никто не говорит об этом он на как национальные ребятам столько национальности и конфликтов естественно на этой почве я говорю я отношусь к людям не по национальности вообще не по цвету кожи и отношусь к людям на что он хороший или плохой человек не все же так относится бывает и к русским если ты в этой идее потому что я говорю мы жили в итоге и это личные мои не просто там слова какие-то но это же краснодарный юбилейного там нет ничего я знаю не знаю это вообще-то другая страна если чё ребят поэтому так для меня минус для меня это минус будет много национальность минус кубаноидность краснодарцев но конечно на не другие другие не менее такие вот беготни у них суеты такое нет какой-то москвичи например у нас еще вся родня валерина практически в москву перебралась если у нас там на юг украина юг и украина с по волосе у валеры поэтому я говорю о том что вот у нас происходит нашей семье то куда приедешь там посмотришь сюда приедешь подцепишь какие-то знания и новости но другие не менее неторопливые непривычные наверно не то что непривычные вот из этой неторопливости на непривыкший так вкалывать заработать опять же не все не все есть исключение все наверно буду своего заканчивать кому понравилось лайк кому не понравилось тоже дизлайк пожалуйста ставьте буду знать буду стараться делать лучше видео пишите обязательно комментарии и всем пока всех люблю люблю